Поехали они в Мекку, вернулись в Мекку, приехали в мечеть Аль-Харамы. Там были некоторые ученые, которые давали уроки. Тогда брали деньги за обучение, за преподавание. Когда они были бедными, когда она привела своего ребенка, тогда ей обратились, сказал, что ты заплатишь? У них ничего не было. Сказал, у нас ничего нету, мы бедные. Когда он вырастет, он, инжа Аллах, тебе заплатит. В семь лет имам Шафи выучил весь Кур'ан наизусть. В семь лет выучил весь Кур'ан наизусть и выучил Ат-Тафсир. Приходил он на уроки, и там были дети богатых людей, которые могли платить за обучение. И один раз он, имам Шафи, пришел к своей маме и начал плакать. Сказал, я умми, ламель тафит и лая шейх. Говорит, о, мамочка, на меня даже шейх не смотрит, то есть он смотрит на детей богатых. Он на меня не смотрит. И тогда мама, смотрите, какая была мудрая мама, сказала, сыночек, не переживай, у меня есть для тебя выход из положения. Ты иди, садись рядом с детьми богатых. И, говорит, ничего не пиши, не записывай, потому что когда шейх будет смотреть на этих детей, ты будешь среди них рядом с ними, ты все запоминай. Только при условии, чтобы ты не мешал им. И он так и запоминал все наизусть, всю информацию. После этого он записывал, когда возвращался, все записывал, всю эту информацию на листках, и у него закончились листки. И он говорит опять своей маме, говорит, мамочка, говорит, ученые преподают, рассказывают, у меня листки закончились, негде больше писать. Опять же, мама говорит, у меня есть для тебя выход из положения. Пойдем к правителю города Мекки. Обычно, когда к правителю пишут на листках, там какие-то, например, у кого-то есть просьба какая-то, помогите мне в этом вопросе. Те, которые ненужные считал правителем, он их выкидывал. И она собрала эти листки, и, например, там полстранички было еще не заполнено, пустые. Вот на этих листках имама Шафия записывала эти знания. И этого не хватило. И этого не хотело. После этого он говорит, мама, и этого мне недостаточно. Говорит, ничего не переживай, сыночек. Пойдем с тобой в место, где режут верблюдов. Пошли они туда, и когда режут верблюдов, отделяют мясо от костей, от ребер. Мы возьмем вот эти большие ребра. Мама взяла эти ребра, высушила их и сказала, будешь писать на этих ребрах знания. Имам Шафия, рахмахуллах, сказал, Я шел, говорит, на урок. Шел в мечеть на урок. Я шел, говорит, в мечеть на урок. Вижу, как дети богатых в руках держат тетрадки. Кроме меня одного. Я на своей спине, на голове нес большие ребра верблюда. И они надо мной смеялись. Имам Шафия сказал, Идхаку, ау ля Тадхаку. Валлahi, ма хамильтаху, илля ли талаби льм. Ва рагбатин фи хадисы Наби, салаллаху алейхи вассалям. Имам Шафия сказал, смейтесь или не смейтесь. То есть меня это не касается. Клянусь Аллахом, я несу эти кости на себе из-за любви к знаниям, из-за любви к хадисам пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. То есть был такой уже с детства, был такой мудрый имам Шафии. Имам Ахмад сказал о нем, Инна Аллаха кассара мин умрихи, валякин каддама ляху мин аклих. То есть Аллах, субхану алейхи, дал ему мало лет жизни, 54 года. Но однако дал ему широкий разум. То есть он был, очень много учил наизусть, очень много знал наизусть имам Шафия.